Надеюсь, что вы добросовестно отнеслись к домашке из первого задания и теперь можете закрытыми глазами тыснуть в панель пиктограмм, либо в панель управления. Но не суть важно. Главное, чтобы вы знали, как они называются, где они находятся и как они выглядят. В этом уроке мы разберем непосредственно работу с самими панелями. То есть разберем, как их перемещать, закрывать, открывать и менять содержимое некоторых из них. Для этого давайте сначала перейдем к общему виду. Для этого выберите, пожалуйста, рабочую среду дизайн. Чтобы выбрать среду дизайн, щелкаем вот здесь вверху на стрелочку и выбираем из менюшки дизайн. Либо идем в пункт окно, рабочая среда и опять же выбираем дизайн. Если у вас пятый фотошоп и вы выбрали дизайн, у вас в принципе вот это все должно выглядеть как у меня. Если немножечко по другому, попробуйте сбросить дизайн. Вот этот пункт, он сбрасывает настройки дизайна всего. И вообще, если вы что-то наизменяете и не знаете, как это все вернуть в исходное положение, опять же идете в дизайн. Давайте мы посмотрим. Ляпс, ляпс. Идем в дизайн, нажимаем пункт сбросить. И у нас все становится на свои места. Теперь непосредственно, как перемещать панели. Вы уже так краем глаза заметили, что я их по-быстрому тут переместил. И обратите внимание, что панели все начинаются с черных линий со стрелочкой. Стрелочки вообще нужны для того, чтобы разворачивать панели и сворачивать панели. То же самое здесь. Обратите внимание, можно свернуть панель, можно развернуть. То же самое вот с этой панелькой. Это в принципе все одна и та же панель. Просто идут уже, она идет в два ряда. И здесь, если панель инструментов нам сворачивать в таком виде неудобно. Она более удобна именно в свернутом виде, когда идет в один ряд. То, что касается панели пиктограмм, нам удобнее, когда она развернута. Несмотря на то, что она занимает много места, нам просто будет удобнее работать с ее элементами. Дальше идем. Чтобы переместить любую панель, необходимо просто нажать на черное пространство около стрелочек. То есть не на сами стрелки, а вот именно на саму линию черную. Зажимаем мышкой и начинаем перетаскивать туда, куда нам надо. Ну вот здесь давайте отпускаем кнопку мышки. И вот наша панелька здесь, она уже и стала. В принципе, таким способом мы можем вывести любую панель за пределы фотошопа. Но когда у нас оконный режим, это не очень удобно. Потому что если я вот сейчас начну перемещать окно фотошопа, то обратите внимание, что вот данная панелька, она все равно находится на одном месте. И получается я окно фотошопа перемещу в одну сторону, и мне панельку опять же надо будет ее перемещать. Не очень удобно. Поэтому я всегда прилепляю панельки. То есть прилепить их можно только к краю. Поэтому давайте эту панель вернем назад, чтобы вы уже знали, как вообще это все делается. Опять же щелкаем по черному пространству, зажимаем кнопку мышки и подводим к самому краю окна фотошопа. И обратите внимание, у нас появляется вот такая вкладочка выезжает. И потом, когда мы подводим еще ближе, она подсвечивается синеньким цветом. Как только она подсветилась, мы можем отпускать мышку, и наша панелька уже прилипнет к окну программы фотошопа и будет перетаскиваться вместе с ней. То же самое можно сказать и про эти панели. Теперь давайте попробуем панель, вот эту пиктограмму истории, перетянуть вот сюда. Сделать, так сказать, вкладочку. И обратите внимание, что перетаскивание черного контура не поможет, потому что у нас начинает перетаскиваться полностью вся панель пиктограмм. Давайте мы ее поставим на место. Опля, синеньким подсветилось. Для этого нам необходимо щелкнуть не на черном, а уже можно щелкнуть, в принципе, на двух полосочках этих источек состоящих. Либо на самом значке щелкаете, не отпуская, не зажимая кнопочку, и перетаскиваете. Вы можете перетащить ее вот сюда, то есть разместить между этих блоков со вкладками, либо сделать еще одну вкладку в любом из этих блоков. То есть, когда блок начинает подсвечиваться полностью синим, отпускаете и появляется, видим, новая вкладочка история. Давайте то же самое сделаем с символом и абзацем. Перетащим их вверх, и таким способом у нас останется только два блока. В принципе, я всегда так работаю с двумя блоками, мне так просто больше всего удобно. Поэтому вы можете просто повторять все за мной. Дальше. Как закрывать любую из этих вкладок? Опять же, вот помните, я вам показывал панель инструментов. Ее можно, если вы ее закрыли, вы идете в пункт окно и здесь выбираете инструменты. То есть, если галочку снимаем, видим, она пропадает. Как только галочка опять появляется, панель тоже появляется. То же самое с панелью параметров или, как я ее называю, атрибутов. Видим. Опля, опля, появляется все. Дальше. Как закрыть, убрать вот из этих вот все панели, которые нам не нужны из этих вкладок? Опять же, выбираем любую вкладочку, жмем правой кнопкой, нажимаем закрыть. Пробуйте за мной. В стиле. Если у вас отдельным окошечком, то же самое здесь нажимаете, видим, просто закрыть. И все. Дальше. Идем, вот контуры, можно еще закрыть таким макаром. То есть, щелкайте вот на эту стрелочку, у вас появится окошечко, тут не видно видео. И там будет, точнее не окошечко, а менюшка, контекстное меню. И там тоже будет пункт закрыть. И вы закрываете. Только не выберите закрыть группу вкладок, потому что закроется все полностью окно со вкладками. Дальше. Теперь давайте подключим некоторые вкладки. Думаю, уже назакрывались вдоволь. Опять же, идем в пункт окно. И здесь у нас список этих самых вкладок. Итак, абзац у нас есть. Анимация пока не надо. Гистограмма тоже пока не надо. Журнал измерений не надо. Инфа. Инфа у нас тоже панель инфа есть. Пускай будет она. Интересная панелька такая. История тоже есть. Каналы были. Да, есть. Так, кисти потом. Комментарии потом. Композиции слоев потом. Контуры. Вот коррекция. Довольно таки интересный пункт. Маски тоже, заметьте, сразу два появилось пункта у нас. Коррекция и маски. Затем идем. Наборы кистей потом. Набигатор. Ну, в принципе, можете посмотреть навигатор. Так, гистограмма. Давайте пока закроем ее. Дальше идем. Операции пускай еще будут. Опля. И все. В принципе. Итак, операции давайте мы их перенесем сюда. Вниз. Потом. Коррекция тоже перенесем перед операциями. Положим ее. И что тут? А, маски. Маски тоже перенесем сюда. Все. Теперь здесь навигатор перенесем сюда. Навигатор, в принципе, удобная штука. Видим. Если картинка у нас будет больше, чем надо. Масштаб 100 поставим. То навигаторе мы можем ее удобно просматривать. То есть, штука тоже довольно-таки такая хорошая. Ну, на этом, в принципе, все. ДЗ к этому занятию заключается в том, чтобы вы пришли к такому же виду, который у меня сейчас. То есть, инфа, история, символ, абзац, навигатор, слои, каналы, коррекция, маски, операции. Можете, в принципе, если хотите размещать дополнительную историю здесь сбоку. Просто я это не размещаю все, потому что у меня здесь очень маленький экранчик. 1024 на 868 разрешение видео. Поэтому экран такой маленький у фотошопа. И у меня каждый пиксель в рабочей области, можно сказать, на вес золота. Потому что чем больше у меня будет рабочая область, тем, соответственно, мне проще будет работать с ней. Итак, делайте домашку и до встречи в следующем занятии.